200 метров ценой более в 100 миллионов рублей. Через маленькую речушку сеть в поселке Дачный проложили новую мостовую переправу. Теперь жителям данного поселка будет комфортно переходить этот участок, пусть даже и небольшой. Торжественное открытие автомобильной переправы ждали все. И непосредственно жители Дачного, и автолюбители, и градоначальники. Раньше на данном участке находилась ветхая мостовая конструкция. Пешеходная зона обвалилась, из-за чего граждане были вынуждены переходить дорогу прямо по проезжей части. Когда ситуация стала критической в 2018 году, было принято решение о строительстве новой переправы. На время ремонтных работ для автолюбителей сделали объездную магистраль. А уже сегодня новый мост готов к эксплуатации. Участок моста действительно небольшой. С подъездами конструкция составляет порядка 200 метров. Ради того, чтобы преодолеть это небольшое расстояние через водоем, людям приходилось искать различные варианты объездных путей, что не без причины беспокоило жителей Дачного. Люди долго этого ждали. Я повторю, что мост был в аварийном состоянии, ограничивал проезд и скорой помощи, и школьных автобусов. Свидетелями возведения путепровода стали жители близлежащих домов поселка Дачный. Юлия Кофитина рассказывает, что строители работали на совесть буквально днем и ночью. Отчего мост и удалось возвести в короткие сроки. Мы живем вообще совсем рядом здесь. Было шумно, но мы надеялись, что все это будет недолго, потому что это нужно для нашего блага. Мост мы ждали, объезжать это долго, пробки постоянные. И так здорово, что сегодня он открыт, и мы здесь присутствуем на этом празднике. За добросовестный труд в деле благоустройства для жителей нашей области лучшие мостостроители удостоились наград регионального правительства и городской администрации. Отмечу, возведение новой переправы через реку Сельд стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Строительство осуществили за счет федерального бюджета. Сумма вложений составила порядка 170 миллионов рублей. Антон Никонов, Артем Куранов, Уллправда ТВ.